Всем привет! Мы в больнице. Ляя болеет четвертый день. И сегодня на четвертый день мы решили поехать в больницу. Мама, покажи эту. У Ляли есть питомец. Там божья коровка. Нет, а покажи эту. Что? Ручку твою? У Ляли вот такая вот ручка сейчас. Расскажи, что тебе делали? Ну, что засыпали в тягу. Сейчас уже рассказывает, а раньше плакала немножко, да? Сначала взяли кровь, сделали повторный тест на ацетон, потому что, кто не знает, у нас ацетон оказался. Первую ночь у Ляли была температура, мы подумали, что это простуда. Вторую ночь пытались лечить. На следующую ночь было 39,7. На утро мы сделали уже, подумали о ацетоне, сделали тест, оказалось, ацетон. И вчера лечили ацетон. И в результате с 39,7, естественно, немножко на день падало, с 39,7 на следующую ночь, ну, на вчера, у нас было 40,1. И скорая, как и в прежний раз, как на 39,7, не приехала. Скорая просто даёт рекомендации, что выпить ее, что уколоть, если есть возможность. И потом, короче, закупила в день одни лекарства, нет уже этих, потом нужны эти. И, естественно, аптеки ночью не работают. Скорая не приезжает, потому что комендантский час из-за войны до 7 утра или до 6, скорая не ездит. И сегодня мы на четвертый день приехали в больницу. Кстати, ляля вчера целый день ничего не кушала, да? Пошла на улицу, гуляла и упала, да, сумочка? Кстати, если вы думаете, что у меня в коробке, то там зубзулька. Божья коробка, да? Я пошла сделать себе кофе, потому что целый день тоже ничего не кушала. Пошла сделать себе кофе. К счастью, у нас нормальные условия. И когда я делала кофе, на окне увидела божью коробку и взяла для ляля. Она очень любит их, да? Поэтому сейчас так. Немножко есть температура, практически 39. Сейчас будем опять перемеривать. Пьем немного воды, дезинфицируем ручки. Сейчас у ляля капельница уже третья банка, да? Сейчас у ляля третья банка. Если есть вопросы, пишите в комментариях. Завтра, если интересно, покажем свою палату. Уже позитивнее. Потому что, в принципе, когда первый раз было 39,7, у меня был такой шок. Я таскала её на руках, у меня просто сильно болит живот уже второй день. Когда был сорок и один, как в первый раз 39,7, так и сорок и один. Это её. Я очень переживала. Это же всё-таки на волоске от смерти, как бы это ни звучало. Это реально так. Потому что пока скорая доедет, может быть по-разному. Мы очень переживали. Но я ей так и прямо говорила, что нужно лечиться, чтобы не вреть, да, Сонушка? И здесь сегодня тоже она говорит, хочу домой. Я говорю, я тоже очень хочу домой. Но если выбирать твою жизнь или дома умирать, то, конечно же, мы выбираем, чтобы нам помогли. Потому что мы не справились. Мы не смогли справиться дома. Поэтому мы обратились. Очень благодарны за помощь. И здесь нам очень нормально, комфортно. Потому что условия очень хорошие. Как для больницы. Я повидала разные. Да, Ляля? Всё хорошо? Ляля в мультике смотрит. Ей более-менее. Сначала осень была больного. Очень плакала. Не давала ручку, чтобы сделали анализ крови с пальца, да? Покажи пальчик, который болел. Вот это. На этой руке только она у меня зафиксирована. Зафиксирована ручка, да? На этой тоже болела, но она потерпела. И теперь взрослая девочка ведёт себя, да? Смотрит мультики, терпит ради того, чтобы выздороветь. И быстренько поехать домой играть, да? Спасибо всем, кто советовал, кто за нас переживает. Решили записать видео, потому что очень много сообщений. Мы сейчас вообще не общаемся. Я сейчас тоже не работаю, не консультирую. Просто не в ресурсе. Проживаю свою собственную маленькую драму. Мама, давай уже прощаемся. Давай, мы прощаемся, ребят. До завтра, если интересно, покажем вам комнату. У нас тут водичка Ряо. Спирт для дезинфекции. Обычная вода. Лялиные тапки. Кстати, я, смотрите, как в таких вот моющихся. Это новенькие держала. И носочки с долларом пригодились. Как раз сейчас очень, кстати, тоненькие. Так вот ношу. Самая милая Ляля звонит мужу, разговаривает с ним, как у него дела. Там рассказывает о своих новостях, о том, что как у неё. И он говорит на вопрос, что он делает. Говорит, жарю мясо маме на завтра, потому что мама же не будет кушать больничную еду. Это так мило, что он не едет на работу. Остаётся для того, чтобы проведать нас. Потому что мы, получается, лежим в больнице не там, где проживали. И не в Виннице, и не там, где находились временно. Но ничего. Я, кстати, когда мы ехали за помощью, то есть сюда, на скорую, я сразу взяла несколько сумок с вещами, там вот такое. Себе макофе. Водички взяла, сменную одежду, зубные щётки, салфетки, ну всё такое. Что необходимо, ну пусть на всякий случай. Знаете, я всегда люблю делать на всякий случай. Лишней никогда не будет. Не предосторожность, не какая-то забота, какие-то вот вещи. Показать тебе? Вот какая она, моя маленькая девочка. Как герой, да? Терпит всё. А рядом с ней питомец, да, Смушка? Божья коровка. Божья коровка. Там под колпачком сидит. Спасибо всем, кто поддерживал, кто что-то советовал. Это были очень сложные дни. Сейчас я просто выдохнула. Сегодня мне не хотелось оставаться дома, понимая, что может быть такая же температура или даже хуже, при том, что скорая не приедет. Поэтому мы поехали на скорую. И я сейчас прям выдохнула, потому что мы доверились врачам. Сами не могли справиться. Поэтому доверились. И теперь, слава богу, нам помогают. И мы очень довольны как условиями, так и персоналом, и результатом, которые сейчас есть. Потому что, когда мы приехали в больницу, у нас была прям фиолетовая-фиолетовая вот эта полоска. Вчера была менее тёмная. Сегодня прям максимально. Ещё кровь взяли. Сказали отравление прям конкретное крови. Интоксикация. Поэтому сейчас уже третью банку Ляли вкапывают. И ей немножко лучше. Есть температура, но она в пределах 38,4 максимум. Слава богу, надеюсь, больше не будет, хуже не будет. А ты не можешь сказать, с кем я поеду? А Ляли хочет вам рассказать одну интересную историю. Сейчас. Когда мне оставили капельницу, то мне пообещал врач, что я пойду дом утром-завтра. Найду котика, какого-то маленького рыжего или какого, и заберу его домой себе. То есть врач тебе сказала, что ты отсюда уедешь с котом, верно? Да. А завтра, если будет всё с тобой хорошо, получше, да, ты сможешь выйти и поискать на улице кота, да? Сама. Ну, она так говорила. Естественно, не сама, с мамочкой. Так что мы лечимся и будем искать кота. Так что, ребят, если у кого-то есть маленький котёнок, мальчик, напишите нам. Ну, девочка. Девочка? Нет, зайчик, мальчик. Нам лучше подойдёт мальчик. Ну, девочка. Как твоя ручка, не болит, Сашка? У-у-у. Ну, я хочу девочку. Вовремя папа Лялечке вчера привёз попит из Винницы. Или как правильно говорить? Попит. Попит. И она вчера целый вечер с ним развлекалась и сегодня в больницу с собой взяла. Так что немножко успокаивается. Попит. Попит. Продолжение следует...